В 2012 году в группе компаний «Агрофирма Поиск» было создано ландшафтное бюро в Гордье. Основная задача ландшафтного бюро – это помощь в правильном планировании и обустройстве частных садов, городских и общественных территорий, а также в подборе и компоновке посадочного материала. В 2013 году в рамках развития этого направления на территории питомника «Спартак» организовали небольшой шоу-гарден, разделив его на несколько тематических зон. Партерный сад, декоративный огород, монохромные и теневые цветники, цветник в природном стиле, каменистый сад, водный садик и многое другое. Новый шоу-гарден поможет клиентам питомника определиться с выбором растений для создания прекрасных и неповторимых садов. На входе посетители увидят пример оформления входной группы в дом. Она достаточно лаконична по цвету. Использовали только фиолетовый, лимонно-желтый и зеленый. И по форме, в основе композиции растений, шаровидной кроной, туи различной высоты, низкие барбарисы, весеннецветущие луки, большие подушки-хосты. А подчеркивают эти формы вертикальные соцветия шалфея, линейные листья осоки, стриженная в виде спирали туя-смаракт. Две группы растений, расположенные вокруг входной зоны, демонстрируют, как можно сочетать деревья, кустарники и многолетники в серебристо-пурпурной гамме, создавая сад непрерывного цветения. В приватной части сада представлена коллекция теневыносливых растений. Выполнена в регулярном стиле в виде вот таких квадратика, в котором каждый из растений может продемонстрировать свой объем и красоту. Самое замечательное, что среди теневыносливых растений могут быть растения как из декоративной листовой пластины, так и великолепно цветущие. Поэтому любой садовод может подобрать себе растения по душе. Для посетителей с детьми предусмотрена игровая зона с домиком, горкой, песочницей. Пока родители заняты подбором посадочного материала, малыши найдут себе занятие по душе. Напротив детской зоны разместился декоративный огород, где прекрасным образом сочетается приятное с полезным. Здесь высажена серия овощей 4 лета, представленная томатами, перцем, баклажанами, огурцами и пряными травами. Эта серия достаточно компактна и подходит для выращивания в небольших контейнерах. Украсив посадки овощей однолетними цветами, мы показали возможность создания на участке огородного цветника. Для разделения нашего шоу-сада на тематические зоны мы использовали посадку липы мелколистной. Растение прекрасно стрижется, за счет чего мы можем создавать замечательные зеленые кулисы. Под липами разместился миксбордер, составленный из прекрасных многолетников с разнообразными сроками цветения. За счет этого сад всегда будет выглядеть красиво и наполнять его ароматом. Тематические композиции высажены в большие квадраты и представляют собой стилистически целостные решения, которые можно применить для любого уголка сада. Здесь представлен гравийный сад, включающий злаки и молодела, для любителей минимализма. Продемонстрирована возможность создания ракария – каменистого сада на достаточно маленьком объеме. Это сложная задача, где использовались растения, подчеркивающие и повторяющие цвет камня. Две представленные здесь группы растений наглядно демонстрируют, как можно создавать интересные композиции, не используя цветущих растений. В данном случае зеленая и серебристо-пурпурная гамма нам дает возможность увидеть красивый габитус, то есть форму, размер растений, оценить листовую пластину, необычность ее окраски и так далее. То есть мы можем работать с цветом, фактурой, не применяя многолетники для создания таких интересных и необычных композиций. Выполненная композиция первая исключительно в зелено-пурпурных тонах, вторая композиция представлена пурпурно-серебристыми тонами. В принципе, мы видим, что ни одного цветущего растения здесь не использовано, но тем не менее композиции получаются лаконичными, законченными и интересными. Две другие композиции построены по другому принципу. Это так называемые колористические цветники, где за основу берется один основной тон и многообразие его оттенков. Для придания пикантности можно дозированно внести один контрастный цвет. Например, в желтый цветник поместили растения с ярко-голубой окраской соцветий, а в темно-пурпурный добавили серебра. Для того, чтобы продемонстрировать видовое и сортовое разнообразие вьющихся растений, мы разместили их на замечательные полукруглые перголи. Когда растения разрастутся, они создадут тень, в которой наши клиенты и заказчики могут отдохнуть в жаркие и знойные дни. Ассортимент растений здесь большой, и представлен он актинидией, древогубцем, лимонником китайским, разнообразными сортами винограда и хмелем. Перед перголой высажен цветник в природном стиле, имитирующий луговое разнотравье. Здесь использованы шалфей, лафант, котовник, коровики, лобчатка, кариопсис. Декоративные травы, щучка дернистая, бреза, проса, придают цветнику динамику. Расположенный рядом небольшой водоем с гейзером подчеркивает стилистику природного сада и демонстрирует, как можно разместить на участке водные растения. Я надеюсь, что наш демонстрационный сад подарил вам хорошее настроение, зарядил положительной энергией. Если вы готовы творить, мы всегда рады вам помочь с подбором посадочного материала, с правильной компоновкой цветников. Поэтому приходите, мы будем рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова